Добро пожаловать на лекцию про LiveUSB Windows 10. Мы хотим сделать USB диск, с которого будет загружаться Windows 10, не устанавливая его на жесткий диск. У нас сломался компьютер, сломалась винда. Мы хотим загрузить эту железку с USB, ничего не устанавливая. Это называется LiveUSB. Для этого нам надо скачать ISO файл с этим Live системой Windows 10. Кстати, у нас на файловом сервере есть такой файл ISO. Это будет DVD диск, с которого можно загрузить компьютер. Я уже такой диск скачал. Мы его проверим, а потом превратим с DVD на USB. Это все будет на этой лекции. Сначала нам надо его распаковать. Он запакован 7-Zip. Видите, программа 7-Zip его запаковала. Я взял этот файл с нашего файлового сервера, с нашего FTP сервера. В личном кабинете на сайте есть объяснение, как туда зайти. И мы скачиваем программу 7-Zip, бесплатный распаковщик, как WinRAR, как WinZip, только бесплатный 64-битную версию, потому что сегодня все компьютеры 64-битные, и практически все Windows 64-битные. И мы скачиваем этот 7-Zip и запускаем его установку. Делаем install и он сам себя устанавливает. Видите, вот эта папка downloads, в нем скачанный файл 7-Zip. И мы его запустили и установили. И у нас теперь есть возможность распаковать этим 7-Zip наш скачанный Windows Live, LiveEase. Еще раз, я беру этот файл, делаю 7-Zip. Extract. Распаковать. Here. Распаковать здесь. И мы начинаем его распаковку. Видите, у нас получится 8,5 гигабайт файла. Чтобы не скачивать по интернету 8 гигабайт файла, мы его сжали. Очень умным алгоритмом WinZip, WinRAR, 7-Zip. Все они сжимают умно. Например, вместо 50 раз букву А писать подряд внутри файла, они пишут А умноженное на 50. И так экономят место на жестком диске. Но потом надо это все распаковать обратно. Так работает WinRAR, WinZip, умный запаковщик. Заметьте, что информация в конце концов будет одинаковой. То есть он не ухудшает файлы. Он просто их сохраняет в другом виде. И мы можем увидеть, что наш изо файл уже занимает 8,7,5 гигабайта. Удалим 7-Zip. Удалим установщик 7-Zip, чтобы сами себя не запутать. И у нас остался один файл. Изо файл на 8,5 гигабайт. На 7,5 гигабайт. Mini Windows ISO. Давайте проверим, что он действительно работает. Мы его скопируем с нашей виртуалки на мой физический компьютер. Вот это мой физический компьютер. И я на него скопировал этот файл. И мы сейчас этот изо файл пропишем в настройках виртуалки. Еще раз. Мы на физический компьютер скопировали изо файл. И в настройках виртуальной машины говорим ему, что у него в USB, в его CD-ROM будет вот этот вот наш Live USB. То есть мы ему вставляем его как DVD-диск. Только чтобы проверить, что этот изо файл рабочий перед тем, как я начинаю его превращать в USB. Понятно, я делаю предварительную проверку. И мы видим, что у нас появился диск D и в нем вот этот изо файл, который выглядит как обычный DVD-диск. И мы перезагружаем виртуалку и быстро нажимаем Escape. В виртуальной машине Escape это Boot Manager. Это внутри BIOS-а возможность выбрать, откуда загрузить компьютер. То есть мы можем загрузить его там с USB, через сеть, с первого жесткого диска, со второго жесткого диска. У нас есть разные варианты, откуда загружать его. Эту железку, этот компьютер. Это BIOS-программа, которая управляет компьютером до передачи контроля Windows, до запуска через Windows. То есть мы на уровне самой железки передаем контроль на DVD, на этот диск и загружаем железку не с оригинального жесткого диска, а с этого DVD-диска. Проблема в том, что этот DVD-диск в реальной жизни не существует, потому что у нас уже нет DVD-дисков. Новые компьютеры уже продаются без DVD-дисков вообще. Но мы это делаем ради проверки. Теоретически я мог бы этот ISO записать на физический CD-ROM, физический DVD, если бы у меня было бы пишущее устройство. Но сейчас этим никто не занимается, поэтому мы это делаем только чтобы проверить работоспособность нашего ISO-файла. Мы видим, что он уже загружает наш компьютер, нашу железку с этого ISO-файла, не трогая оригинальный жесткий диск. Он все это делает в памяти компьютера, а оригинальный жесткий диск может вообще не существовать, может быть не работать, может быть недоступен. Мы все загружаем через CD и вот так он выглядит. В нем есть масса инструментов, меня интересует Explorer, потому что я хочу вытащить информацию с диска C. Видите, диск C доступен и из него можно скопировать любой файл. Это потому что мы его не зашифровали BitLocker и не зашифровали конкретные файлы с помощью EFS. Зелененькие файлы EFS шифруют конкретные файлы, а BitLocker шифрует весь диск C. Из-за того, что мы не сделали это, мы можем подойти к этому же диску, загружаясь с USB и обходя всю систему безопасности. И тем самым мы можем вытащить любой файл, сохранить документы, сохранить фотографии. Это очень хороший способ на тот случай, если Windows перестал загружаться. Я так в аварийных случаях забираю, сохраняю информацию пользователя перед тем, как отформатировать ему жесткий диск. Все, наше Live Windows работает, ISO файл работает. Теперь мы переходим на следующий этап. Превратите этот ISO файл в USB. Я делаю Connect. Вы видели, внизу есть такая иконочка маленькая справа, Connect на USB. Она также доступна через меню. Видите, верхнее меню. В нем тоже есть USB и в нем тоже есть Connect, Disconnect. И мы видим здесь возможность сделать Disconnect. То есть, вместо того, чтобы идти через вот это вот нижнее меню, которое мне кажется более удобное, я могу идти через верхнее меню. Понятно? То есть, есть верхнее меню Removable Discs. В нем есть все USB. Я могу в меню сделать Connect и тогда внизу тоже иконочка будет с зеленой лампочкой такой, индикатором, что он connected. Вот наш диск USB. Короче, мы видим внутри виртуалки USB диск и мы можем этот USB диск отформатировать и записать туда этот ISO файл. И нам нужна программа Rufus. Это программа, которая умеет брать ISO диски, ISO файлы и превращать их в Live USB. Мы пишем в Google Rufus и видим, что это utility инструмент, который форматирует и создает bootable загрузочный USB диск. Понятно, он умеет создавать загрузочные USB диски. Это бесплатный инструмент. Очень удобный, очень потрясающий. Мы скачиваем его последнюю версию. На данный момент это 3.14. Они пытаются здесь на рекламе заработать немножко. Мы смотрим на их рекламу и закрываем ее. И вот нам скачался Rufus. Потрясающий. Теперь мы можем зайти в папку и запустить его. В папке downloads, скачанных файлов. Мы видим, что у нас появился Rufus и мы его запускаем с правами администратора. Я все делаю внутри виртуалки. Он просит здесь проверить обновление. Я говорю, проверь обновление, нет проблемы. И вот наш Rufus. Что надо сделать? Выбрать USB диск и выбрать ISO файл. Но мы не видим ни одного Твой самый вариант. Корректор Семьera А.